Приветствую вас, Елена, достаточно много уже вам было дано ответов, вот, и ответов хороших, как мне кажется, вот, ну, достаточно хороших для того, чтобы внести какую-то ясность, да, внести какую-то определённость в, ну, то, что с вами сейчас происходит. И так далее, вот, а, значит, давайте разберём ваш вопрос, я постараюсь разобрать ваш вопрос, ну, вот, с, эм, своей позиции, хотя многом она будет перекликаться с тем, что вам уже написали мои коллеги. Итак, отношение на расстояние смещения продолжается год и три месяца, пишите вы. Значит, что здесь, в первую очередь, бросается в глаза, именно, вот, в первую очередь, что бросается в глаза? То, что, эээ, то, что отношение на расстояние, это первое. То есть, вот, именно, тот факт, что, этот факт стоит отношение на расстояние, ну, свидетельствует сразу о нескольких моментах, о нескольких вещах. Первое, то, что вы, вероятно, эээ, боитесь, эээ, сближения, скорее всего. Вы боитесь, эээ, ну, какого-то, вот, эээ, негатива, вы боитесь отношения. Возможно, у вас, эээ, был, эээ, или есть, эээ, значит, такой вот. Эээ, ну, есть негативный опыт, ээээ, в устраивании отношений уже. То есть, когда-то вы получили достаточно негативный опыт отношений, эээ, может быть, ну, в живую, да, и так далее. Ээээ, что, в какой-то степени, эээ, сподвигло вас на то, чтобы, эээ, выстраивать отношения на расстоянии. То есть, тут нужно разобраться в том, как вы пришли к тому, чтобы устраивать отношения на расстоянии. Конкретно. Как бы к этому пришли. Потому что, эээ, очень важная история, очень, такой, я бы сказал, крайне важный момент для вас. Вот. И, эээ, ситуация серьезная. Следующее. На что я хочу обратить ваше внимание. Это то, что вы, эээ, говорите год и три месяца. Наши отношения продолжают. Год и три месяца. А, значит, вы ведете учет, вы ведете срок, вы ведете какое-то такое, какое-то наблюдение за тем, сколько отношений. Ваше взгляд. То есть, это, эээ, такая, довольно, эээ, интересная у вас, эээ, на мой взгляд, черта. Что вы ведете, как бы, учет. Откуда такое внимание ко времени отношениям. Времени отношений. Времени отношений. Точнее. С чем это сравни? Это, эээ, достаточно важный момент. Олдис. Следующее. Следующее. Что, о, 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 следующее, что важно сказать. Наверное будем за сорок, кричите вы. Ну, а здесь, конечно, хотелось бы выяснить, что для вас означает тот факт, что вам высок, то есть, что для вас означает тот факт, что вам обоим шёл. Вот, в этом шидле там, что вам мы как-то обоим их, то есть это у вас, что вы, как-то негативно к нему относитесь, означает ли это что-то еще, то есть, ну, какой-то еще момент. К чему вы, в общем, сказали про воду, что он для вас значит лично для вас. Он начал отдаляться, нет вечерних сообщений, нет вы не тренировали, лосковые слова исчезли, видится стали реже. Но в первую очередь, Елена, я думаю, не ошибусь, если я спрашиваю вас, не происходило ли чего до того, как эта ситуация стала происходить, не случалось ли чего между вами, вот, не было ли чего-то между вами, понимаете, какая ситуация была. То есть не произошло ли между вами чего-то такого, да? что могло его отдалить от вас. Это вас. Это очень важный момент. Следующее. Так. База, значит, он же отменил встречу. По причине проблем на работе. Ну, здесь опять же вопрос в том, что для вас значит его отмена. Отмена этих встреч. Вот, и все еще раз. И есть еще раз. И мы находим стырнажа. То есть еще раз. И мне надо было стырнажа. То есть еще раз. он вам перестал, ну, говорится, да, вот, какие-то, что для вас это значит, вот именно для вас? Как вы это воспринимаете? Воспринимаете ли вы это, например, как выбор человека, просто выбор человека, поступать именно, вот, определенным образом, вот, конкретным, таким, определенным образом или нет? Или вы воспринимаете это на свой счет, такой вот, достаточно, ну, негативно, да, вы это воспринимаете, негативно, например. Это тоже очень важный, очень важный момент здесь. Дальше. Между нами дистанция, три с половиной часа езды на машине, у него два детей, у меня два. Что для вас значит возраст детей, что для вас значит наличие и возраст детей? Его дети не видели меня, его мои. Мои его тоже не видели. Ну, смотрите, здесь, вообще говоря, встает вопрос о серьезности отношений, потому что, получается, детей в отношения не вводят, а дети, получается, не вводятся в отношения. Мягко говоря, это не очень хорошо, потому что это показывает что человек не достаточно серьезен. Конечно, вам решают, безусловно, но дети, это очень важный момент. И здесь вопрос к вам, а почему ваши дети его не видели? Ну, почему я задаю вопрос, потому что, как бы, мы не можем спросить, например, у человека, ну, другого человека мы не можем спросить. Мы можем спросить у вас, вот, собственно, я поэтому вот и спрашиваю, а почему не видели ваши дети его? Ну, в принципе, можно было, наверное, сделать первый шаг, где были дети достаточно взрослые, вот, и, соответственно, познакомить мужчину с вашими детьми. Ну, вы это почему-то, вы этого почему-то не сделали. Вот, почему, это довольно интересный момент, с чем это связано. Вот. Следующее. Дальше. Идем. Написал ему, что смей, что он важен для меня. Я хочу серьезность или больше не будет встречи. Давай время подумать. Ну, вообще, вот здесь, честно говоря, выглядит, да, как шандач. Вот. И то, что сказал мой коллега, Кудрячев Игорь Леонидович. Но, есть ощущение, что вы давите на человека, перекладывая на него ответственность за свою определенность. Это уже больше относится к тому, что сказала моя коллега, Марина Голикова в своем, ну, в своем сообщении. Вот. То есть, это вот, ну, вот, все, что она сказала. Вот. То есть, вопрос заключается в том, как получается так, что вы перекладываете ответственность за свою определенность на мужчину. В подвешенном состоянии. Чувствуете себя вы именно вот, именно в подвешенном состоянии. Отвечать за это должен мужчина. Причем, отвечать, ну, в общем-то, такой достаточно. Я бы сказал, экстремальной форме. Потому что вы ему, если я правильно понял, вы ему поставили вы ему поставили ультиматум. Если я правильно вас понял, то вы ему поставили ультиматум. Если я верно понял, то что вы сказали, то что вы написали. Опять же, здесь важно о предпосылке. К этому да, то что вы ему поставили ультиматум. Именно предпосылки. Какие предпосылки были у вас? Если для мужчины это стало неожиданностью, например, то ничего хорошего в этом конечно нет. Ничего хорошего, ну ничего хорошего быть в этом не может. Для то что человек отдалается от вас, а вы на него тоже получается давите. Да, давите. Спасите. Соответственно, нет, я ну, мягко говоря не осуществляет. Для налаживания взаимодействия между вами. Понимаете ли? Что я имею в виду? Дальше. Идем. Так, значит, давай время падаем. Ну то есть все это в одностороннем порядке у вас. Ну что, чтобы вы сказали в подписи, не проигнорировал, просто звонить и отговаривать на отличенные темы. Ну потому что для человека это такой вот, знаете, способ сохранить отношения с вами, грубо говоря. То есть, грубо говоря, как умеет, да, сохранять отношения. Так и сохраняешь друг друга. Другое дело, что вам это не совсем может быть будет приятно, вам это другое дело, что вам это не совсем нравится по понятной причине и так далее. Вот. Но правда заключается в том, что человек, как умеет, исходя именно из своих способностей, исходя именно из своих возможностей, человек пытается, значит, отношения с вами сохранить. Вот. Да, здесь очень важный момент, конечно, заключается в том, что это за, что это за отношения. Какие это отношения? Устраивают ли вас такие отношения? Только потому, что вы пишете нет. Это уже другой момент и это уже другая совсем история. Но правда заключается в том, что человек реагирует на это именно по причине того, что вот он пытается таким образом сохранять отношения. Игнорирование. Да, это не совсем взрослые, это не совсем зрелая позиция. Безусловно. Это не совсем взрослые, не совсем зрелая позиция. Это правда. Ну, человека вы выбрали такого себе в общем-то сами, да? Отношения с таким человеком вы выбрали выстраивать сами. И я думаю, я думаю, я думаю, в этой ситуации, что только вам нужно спросить себя, ну вот, собственно, то ли это, чего вы хотите, то ли это, что вам нужно, то ли это, к чему вы изначально там, допустим, стремились, к примеру. Если нет, то это уже вопрос серьезный. Но то, что человек пытается сейчас сохранить отношения так, как он умеет это делать, это совершенно очевидно. Это так. Другое дело, что, как я уже сказал, другое дело, что именно там сохранят. То есть, ну, есть ли, что сохранят. Это уже немножечко другой, конечно, момент. В общем. Дальше. Карантин невидимший, он решил, что так безопаснее для наших детей. Начинал со стихов, романтики, откровенных признаний с его стороны. Я доверил, что любил этот момент, он стал холоднее и холоднее. Ну, смотрите. Здесь, как бы, получается, что человек покорил вас романтикой. Вот. Получается. Я думал, что у этого удалось, что человек покорил вас романтикой и свои причины. То есть, именно романтика, стихи, возвышенность, лов покорил. Ну, как? Ну, как? Почему? Это произошло. Это очень важный момент. То есть, романтика и стихи, получается, дали вам что-то, что-то, что это вам позволило доверить человеку. Ну, давайте постараемся определить, что именно вам давала романтика. Почему вам так она нужна романтика, я имею в виду, что вы готовы, что именно она вас влюбила, человек. Да, не сам человек, с его характером, с его, значит, ну, ценностями, может быть, и так далее. Хотя и это, вероятно, тоже. Но именно, вот, вы влюбились в доверие. А доверие для вас получается проблема. Ну, вот, ссылка по тому, что вы пишите. А в чем тогда для вас проблема довериться? Почему вы боитесь довериться в таком случае? Ну, опять же, если я правильно вас понял. С чем связан ваш страх довериться? А я ответил. С чем? С тем, что вы, вероятно, что вы себе не доверяете. Тогда опять же проблема доверия самой себе. Когда человек не доверяет нам себе, мы с вами доверяем другому. Дальше. Так, когда я влюбилась, в этот момент это охладнее. Я подозреваю, что здесь проблематик в том, что человек вас старался завоевать. И когда он вас завоевал, то интерес к вам пропал в него. Такое бывает, как правило. Тогда, когда мужчина, ну или женщина, оппозиционирует себя как некий приз. То есть вот. А я, я. Это приз, который нужно там, грубо говоря, завоевать. Вот. И соответственно, предлагаю воспринимать себя только так. Как приз. Ну, соответственно, когда, если человек позиционирует себя таким образом, то вот, собственно, и начинается проблема. Вот. Начинается довольно серьезная проблема. Но здесь, конечно, вот ключевой момент в том, как это происходило. Опять же. То есть, ну, как происходило то, что человек, ну охладевал к вам. Как это случилось? Как вы к этому пришли? Что в ваших отношениях изменилось, да? Дальше. Как быть, как быть, чтобы что, постараться добыть на ожидание и неизвестность на это страдание? Ну, есть вопрос к вам, на самом деле есть вопрос к вам, почему ожидания приносят страдания? Да, да. Вот. То есть это к вам вопрос исключительно с чем связано то, что ожидания приносят страдания вам. Вот. И как, собственно, так вот получилось, что ожидания вам приносят страдания? За счет чего? За счет чего? Это, наверное, отпечатка на мое отношение к нему. Как? Да и вообще, чуть-чуть у нас начинают разустроить вообще в желании снова создать семью. Или, а для чего вам создавать семью? Ну, вообще, для чего? Вообще, да? Да, мне создавать семью. Чтобы что? Вот вы говорите, может быть, не в код родному человеку, да, да, может быть, не в код родному человеку, говорите вы. Опять же, у меня к вам обратно, а что такое для вас? Что такое для вас? Родной человек? Что для вас значит? Дальше. Появится мысль отказаться от выхода родного человека и просто принять бак, что это невозможно. Для чего вам родной человек, но он просто жить для детей, что приведет к страданиям и расшированиям от мужчин? Ну, это бегство, это побег, это не решает проблему никак. Совсем. На этом все, надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи.